Доллар начал прошлую неделю на повышательной ноте против своих конкурентов. Во вторник рост усилился на фоне статистики с рынка недвижимости, показавший увеличение числа закладок новых фундаментов на 20% в апреле. Однако в четверг публикация протокола заседания ФРС столкнула котировки вниз. Тем не менее, слабость доллара была кратковременной. В пятницу ему удалось восстановиться благодаря данным по инфляции в Соединенных Штатах. Евро упал до трехнедельного минимума на отметку 1.1015 после выхода отчета. Напомним, что в настоящее время доллар находится примерно на 5% ниже более чем 12-летнего максимума, достигнутого в середине марта. Кроме того, доллар укрепился на 2 иены 29 цен, достигнув котировки 121.56 относительно иены максимума с середины марта. Против фунта стерлингов доллар поднялся на 237 пунктов за неделю. Председатель ФРС Джанет Йеллен, выступая в пятницу, отметила, что Центробанк, скорее всего, поднимет ставку в этом году, если экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями. Курс австралийского доллара по итогам прошлой недели торговался в понижательном тренде. Протокол заседания Резервного банка Австралия оказал на рынок больше влияния, чем сама встреча. Котировка австралийского доллара против американского наконец-то проявила слабость и пошла по нисходящей траектории. Так, за неделю австралиец потерял 212 пунктов против американского соперника. Помимо протокола, на курс австралийского доллара давил рост доллара США в ожидании публикации протоколов американского регулятора. А в пятницу австралиец продолжил падать на фоне повсеместного укрепления доллара США. Это все движение котировок на валютном рынке. Что же касается товарного рынка, то здесь нефть и золото падали в цене. Нефтяные фьючерсы в пятницу торговались с понижением на фоне опасений касательно переизбытка нефти на рынке. Июльские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1 доллар, до 59 долларов 72 центов за баррель. За неделю котировки снизились на 1,4%. Июльские фьючерсы иномарку Brent в ходе торгов на лондонской бирже упали на 1 доллар 17 центов до 65 долларов 37 центов за баррель, потеряв 2,1% за неделю. В то же время в ходе торгов на нью-йоркской бирже Комекс в пятницу стоимость золота продемонстрировала спад, чему способствовали ожидания того, что повышение ставки ФРС состоится позже в этом году. Одним из факторов давления на цену стало укрепление доллара после выхода данных по индексу потребительских цен. И высказывание председателя ФРС Джанет Йеллен относительно вероятности повышения процентной ставки в этом году. Июльский фьючерс на золото на Комекс снизился на 10 центов до 1204 долларов за тройскую унцию. За неделю цена снизилась на 1,7%.